так 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 привет витёк здесь и это choice of life middle-age 2 прикинь я выговорил название этой игры а все почему потому что это уже далеко не первая серия конечно же в описании ссылочка на плейлист и если вдруг вы зашли именно на эту серию не видели предыдущий надо прям срочно туда идти начало было там но у нас вот те кто надо ушли спойлеры начали начались спойлеры итак в прошлой серии мы с вами королевскую свадьбу сыграли теперь наша жена сначала попыталась тролиха побывать нашей женой но нет не тут то было мы с вами выбрали кошку девочку риску миса и в общем все хорошо 250 социального рейтинга остался единственный выбор это флаг южан погнали делегация нифигасе у меня 6 здоровья и 5 корон отожрался король отожрался король второго уровня ваш величество в замок прибыла делегации южа что прикажете делать встретить с почетом встретить без почета ну давай с почетом вы устроили помпезный прием повысили свой авторитет я местный авторитет со мной шутки плохи в честь приезда послов устроен пир собираются дворяне и послы южан во главе сергио вам необходимо присутствовать одеться подобает королю одеться в простую одежду присутствовать но конечно же как король оденусь ну потому что это очень странно что король выйдет такой наш в рубахе на 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 опа титул получен модник на вас надели корсет и гульфик украшены камнями зря надо было простом виде почему зачем гульфик украшены камнями это что это за это что это извращение такие ваш вид возмутил как дам так и мужей правда вскоре все стали одеваться также а я законодатель мод понял гульфик это видимо как воспоминания о былых приключениях он не смог этот гульфик выкинуть там утилизировать надо было знаете как в золушке нужно было по всему королевству ходите примерять туфельку только вместо туфельки гульфик чтобы знать с какого это вора и казнить его хорошая идея кстати почему до этого не додумались в разгар веселья из-за стола рядом с вами поднялся сергио я думаю не сергио скорее все сергио он желает обратиться к вам говори придворным не понравилось что вы прервали веселья тем более за какого-то южанина спасибо за пир но мы пришли не развлекаться мы пришли с требованием выслушать если вам дорог мир в вашем королевстве я требую вернуть земли которые отобрал ваш отец чего это вдруг наша армия у вас на пороге если вы не согласитесь крепость долины падет а за ней и ваше королевство все останется как есть и убирайся вон объявляя войну ну-ка чатикс не ходи шел вон сергио резко достает из-под мантии арбалет и направляет его на вас а у меня бронированный гульфик мне пофиг тогда умрите защитить честь или себя но принц мир на честь надо защищать здоровье так полно вы стоите в гордой позе но в последний момент торик сбивает вас с ног и плечом ловит арбалетный болт попытка покушения не удалось отряд южан бежит прочь из тронного зала стража схватить южан и казнить или за мной ой зная себя помните в прошлый раз руководил в это тушением пожара так вот я пальцем тыкал и палец сломал поэтому мне кажется лучше не руководить мне кажется лучше сказать что пусть стража занимается стража обнажила мечи ринулась вслед за южанами остальные гости в недуме не смотрит на вас чуть не умер с кем не бывает или удалиться в безопасное место в бункер да чуть не умер титул получен король шутник ваша речь развеселила гостей вы даже повеселились на перу пока советник не посоветовал вам уйти в безопасное место слушая столько корон заработал вам не уснуть от произошедшего у вас звенит в ушах а в мыслях какая-то каша посмотрите в окно или почитать книгу смотрим во дворе замка пусто похоже южане все еще в главном здании за дверью послышался звук боя в щели вы увидели рыцарь облаченного в южные доспехи и разносящего вашу охрану включить интуицию включить логику оценить давай оценим выглядит опасно теперь пора все взвесить и действовать и так интуиция или логика ну по идее надо логику включать интуиция в этом деле не помощник титул получен мастер маскировки вы притворились стойкой с одеждой рыцарь не заметил вас в темноте за спиной рыцаря появляется торг и наносит ему смертельный удар я бы сам справился спасибо торг торг рад служить мой король боюсь серхио удалось скрыться часовые на воротах башни убиты покушение было спланировано крайне тщательно черт тебя подери торик как это произошло начинаем мочить козлов торг утвердительно кивнул перемирию пришел конец я немедленно разошлю гонцов для сбора войск поторопись торг удалился утроив вам охрану помните в тот раз меня утроили охрану когда я мертвый лежал от укуса змеи в этот раз вроде жив на следующий день все королевство знало о начале войны открыт пути походный жан заросшая стена надо заценить что это такое случайная встреча прошлой ночью вы так и не смогли поспать голова идет кругом а глаза постоянно слепаются такова участь короля страдать ради своего народа где музыка вообще она пропала этой ночью вы точно отоспитесь так когда же вы постоянно ловите на себе странные взгляды слуг и придворных почему я до сих пор в гульфике что ли пойти одинокими коридорами удалось ходим вы решаете избегать лишних взглядов но через время вам все равно приходится вернуться в людное место ваше величество вы это вероятно новые моды да я кажется слышал что так ходит в южном королевстве но я так и понял я в одном гульфике пришел ну типа да ты прав мужчина срывает с себя штаны благодарит вас и уверенно шагать дальше вы только сейчас замечаете что забыли утром надеть штаны теперь понятно почему все так реагировали я же говорю в одном гульфике вышел убежать покой так и надо я и не такое могу под возмущенные крики дам вы срываете себя портки и шагаете дальше сегодня к вам не подходили с обращениями и вы смогли пораньше лечь спать я это даже как стриптиз клубе в какого-то заросшая стена жить такое отдыхая на лавке в саду вы засмотрелись на ветхую обвитую плещом стену замка вам не показалось в некоторых местах и украшают затертые символы осмотреть самому вы потерли протерли стену рукавом и заметили три символа каждый из которых расположен на отдельном камне у вас складывается ощущение что на эти камни можно нажать камень остался нажатым из-за соседней части стены послушался звук какого-то механизма а я сейчас выбираю понял я выбираю магию сейчас типа путь магия камень остался нажатым а из-под фонтана послушался звук какого-то механизма и третья часть мы подошли к фонтан обнаружили еще три камня символами напор воды фонтан не прекратился а вода резко слилась сильным грохотом фонтан сдвинулся с места и запах сырости ударил вам в лицо перед вами возникла винтовая лестница ведущая в подземелье прислушаться издалека доносится хруст костяшек или зубов о погоди а почему у меня так мало всего осталось меня обнулили может стражу сначала пускать пустится вы послали двух человек но они так и не вернулись больше никто не заявляет желание идти стражники боятся бездны молят и говорят что там водится нечто я сам пойду вы спустились так глубоко что солнечный свет сюда почти не добирается пришлось даже вернуться и взять факел теперь вы отчетливо слышите хруст костей впереди вы затаились и вгляделись в темноту впереди предстала причина похрустывания и у вас перехватило дыхание следующий проход охраняет оживший скелет выстреливших останках одежды тихо осмотреть противника скелет бродит по небольшому радиусу и сильно хромает на одну ногу прав руки у него поблескивает ржавая дудка напасть убежать эту убежать но нам же не надо я бы на самом деле не нападал я бы у него дудку выхватил ну ладно напасть вы бесстрашно достали свое оружие приготовились к бою череп скелета беззвучно двигается изображая боевый клич а костлявая рука замахнулась для удара увернуться вы вернулись и кажется скелет расстроился что промахнулся скелет продолжает проявлять агрессию и делает размашистый угар угар размашистый угар своей дудкой подставить свой меч на пути скелета ауч сила скелета оказалась в несколько раз выше человеческий и он игнорирует вашу защиту скелет неудачно встает на хромую ногу и вам удается отскочить ему за спину отрубите руку с дудкой конечно же рука с хрустом отлетела в стену скелет остался безоружен теперь он пытается нащупать на полу свою руку порубить его на кусочки благодаря вашим усилиям вместо скелета осталась горстка костей перед вами стена которую старательно охранял скелет осмотреть заросшим хом каменная стена и больше ничего особенного пощупать вы нащупали небольшое круглое отверстие но не успели рассмотреть что внутри за вашей спиной послышался хруст костей скелет собирается вновь и поднимает с пола свою дудку продолжить осмотр несколько секунд вы пытались сделать вид что никакого скелета не существует скелет этого не простил да чтоб тебя даже в темноте вы нащупали деревянный стол и треснули по нему кулаком скелет беззвучно посмеялся над вами щелкая костями скелет ковыляет к вам настолько быстро насколько позволяют истлевшие кости ударить в череп черепушку срывало с позвоночника это отлетела в сторону отличный удар скелет присел на корточке и пытается нащупать в темноте свою голову жалкое зрелище помочь да поможем выпаде протянули скелета его череп и стали ждать недовольно кряхтя он принял ваш дар и перестал нападать и заветный дверь наконец перед вами вам ничто не угрожает осматриваем вы нащупали небольшое круглое отверстие с изображением 3 3 к ветра внутри сюда бы отлично подошел перстень которого у вас нет черт я перстень же продал косяк мне я хочу трофея из подземелья так скелет нападаем сначала нужно вернуться потом пригнуться а добиваем руку с дудкой рубим на кусочки щупаем стену чтоб тебе скелет ударяем ему в череп череп срывает катушек помогаем ему восстановиться гениально все мы на месте но с перстнем вы нащупали небольшое круглое отверстие с изображением три кветра внутри смекалка подсказала что вам вставить туда свое кольцо открылся проход в круглую комнату в центре которой каменный постамент с блестящим клинком взять клинок либо прочитать надписи давай прочитаем эйнхард надеюсь антонио не доставил тебе неудобств и ты не навредил ему это наш шут за свои шутки он был заколдован охранять эту дверь вечно дальше идет королевская подпись эйнхард ну давай берем клинок меч трех королевств вы взяли клинок и слегка поранились его лезвие до сих пор острая вау вы выбрались из подземелья на свежий воздух довольны своей находкой вы решаете вернуться к делам королевства круто я ультра меч нашел интересно что было бы если бы я нажал на лук возможно ничего потому что у нас же на перстни минут этот вот символ который я нажимал собирал ну чё крутяк ну пошли в королевство поход на южан и в атаку мой король все войска севера и запада собраны мы готовы выступать я тоже торак забрал совет и началось обсуждение плана битвы плохие новости и уже они взяли крепость долины защитниками по слухам они смогли укрываться в таверне отличная тактика полководцы озадачены перед задачу на переглянулись между собой торак взял слово пришло донесение сейчас авангард южан движется через поля прямо в направлении замка сколько их столько же сколько нас их стрелки вооружены отличными луками но нет ничего сильнее старого доброго меча что будем делать торак развернул карту восточных земель и стал водить по ней пальцем мой король нам необходимо объединить силы с саббатуром и дать бой на открытой местности наши численный перевес решит исход битвы слишком очевидный план то кстати торг тяжело вздохнул очевидно старика задел ваш ответ мой король я повидал много битв мы дрались бок о бок с вашим отцом он доверял мне весь мой опыт подсказывает действовать именно так мне нужно больше сведений разведчики доложили что небольшой отряда южана идут в нескольких километрах по обе стороны авангарда они не представляют угрозы мой король как только основные силы уже он будет разгромленным и разберемся с этой мелочью торак ты балда а а если нас окружат мелкие отряды это просто мародеры их не хватит чтобы окружить наше войско что предложите нужно окружить врага оба тур может сделать это если совершит маневр через берк что предложите мой король разделимся окружим врага гонец отправился передавать ваш план оба туру ваше войско рассредоточилась часть отправилась уничтожать мелкие отряды и уже другая часть собралась под вашим командованием сохранить кричат хорошо поход выседлали коня и повели свою армию в бой впереди замелькали знамена южан над полем воцарилась звенящая тишина битва начнется с минуты на минуту ну конечно же речь что скажите вашим воинам про любовь либо про присягу воинам про присягу наверно сегодня вы умрете за меня учет ты чё охренел южане приближаются солдаты звонко бьют мечами а щиты права сложит легенды а а как же ответили солдаты на был про любовь да ну-ка погоди про любовь вы умрете защищая королевство и свою семью во права сложит легенды над полем битвы завис металлический звон все ждут на вашей последней команды импровизировать пафосно ри это всегда работает пишет чат солдаты заорали след за вами звук сотен кричащих мужиков запомнится вам на всю жизнь пришло время атаки вместе с конец и вы яростно скачете на противника бежать во главе вы самый первый ринулись в бой у меня много здоровья мне пофиг браво правда ваш конь наткнулся на лебарды выставлены южанами под вами убивают коня и вы падаете на землю когда вы поднялись перед вами возник закованной в доспехе южный воин поманить или цели звеня доспехами рыцарь движется на вас о перед вами рыцарь щитом и булавой он следит за вами и ждет когда вы отличитесь чтобы нанести сокращающий удар аккуратно атаковать врага нет незащищенных мест для атаки вы можете лишь провоцировать его погоди у меня ультра острый меч противник приближает сближается и хочет войти с вами в клинч это помешает вам орудовать мечом отходить рыцарь видит это и совершает резкий выпад у вас в черепе появилась новая трещина блин рыцарь в опасной близости к вам в таком бою проще бить булавочем мечом чувство преимущество рыцарь перестал закрываться щитом вспомнить уроки танцев вы потанцевали вдоль щита и зашли противнику сбоку враг получил удар гордой по затылку от усталости рыцарь падает на землю пощады укусит меня за что-нибудь рыцарь взят в плен но зато жив вы ведете войну честно толпа южан перед вами ридеет ваша конница сбивает окружающих вас врагов и командир докладывает командир поклонился с сияющим лицом начал делать доклад мой король отряда южан по флангам уничтожены их планы по окружению провалились все было как вы предсказывали продолжайте в том же духе навык получен тактика командир одобрительно кивнул и повел свою конницу дальше войска южа начали отступать ваши воины закричали о победе а вы едва держитесь на ногах от усталости сесть победитель до виктор так и переводится победитель виктор и сесть не получается солдаты поднимают вас и подкидывают на радостях все вокруг вопят о победе вы держали грандиозную победу многие погибли но вам удалось прогнать южан с ваших земель весть об этом событии облетела все королевство а барды уже сочиняют песни про этот день но война еще не окончена таким поле боя палаты врачевания поля на коне вы выседаете в большом шатре который разбил недалеко от поля битвы разбили и размышляете грядущих делах внезапно ваши думы прервали посетители александр либо торик но так-то александр нам сильно помог в битве блестящий план ваше величество но и же они этого не простят нужно доводить дело до конца спасибо твоя заслуга не меньше александр сделал поклон и удалился давай торика примем солдаты воодушевлены победой мой король сейчас им нужен отдых что прикажете делать дальше что с ранеными потери большими лорд если угодно мы можем проследовать в палаты врачевания перед вами раскинулись длинные ряды палаток и вы заглянули в одну из них раненые солдаты лежат на койках на столах и просто на земле победа их не сильно радует подойти к солдату почти беззвучно вас подозвал один из умирающих солдат ваше величество позвольте дотронуться до вас солдат легко коснулся подола вашей одежды окровавленной рукой и через мгновение скончался с улыбкой на лице вы подошли к солдату с гангреной на тыльной стороне ладони полевой врачеватель пытается ампутировать руку на солдат сопротивляется ой боже мой придумать ну давай придумаем вы пообещали помочь семье солдата и отдали соответствующее распоряжение подобно настоящему лидеру вы потратили полдня на осмотр раненых и дачу распоряжений вскоре наступил вечер раненым нужен покой вы отправились на другую сторону полей где готовился праздник в честь победы большое поле расчистили от следов битвы поставили шатры позвали министреля из комарохов праздник в честь победы начался а я сторонке посижу вы не против к вам подсела ветераны начал рассказывать историю своей жизни пока его не перебили крики огни праздника привлекли крестьян и попрошая их со всей округи раздать калачи нищие остались сыты и разбрелись по округе праздник не было испорчен праздник самом разгаре на такое веселье пожаловали паладины и сам сэр орланду веселиться с паладинами о паладин узнал вас и широко улыбнулся как же ты поднялся малой тебя и не узнать а кстати не подскажешь где тут волшебная жидкость как дела на границе стена под надежной защитой ваше величество благородный брат букберг остался управлять гарнизоном ну ладно винище там каждый паладин взял по небольшой борщике и удобно устроился на траве ваше величество присоединяйтесь да я знаю их веселье я на рогах доползу до дома веселитесь без меня прошла уже половина ночи а вы так и не успели как следует повеселиться пойти выпить или танцевать давай потанцуем завидев вас отдыхающие разошлись многие побаиваются вашей суровости ваше величество как проходит праздник отлично понимаю ваше величество вот выпейте это чистая вода нет лучшего напитка перед сном а ты чё не веселишься это дело для молодых а я обдумываю ведение войны может он мне травить хочет а не так уж ты стар спасибо ваше величество но надеюсь это мой последний поход после него его я уйду на покой придется пить на вкус обычная вода на первый взгляд никаких эффектов слушать торика спасибо что слушаете старика я думаю это был только первый удар южа вот-вот они перегруппируются атакуют снова нам нужно опередить их можем это сколько корон уже 8 уже светает вас страшно клонит в сон титул получен знатный зануда а как это было титан одиночество на следующий день вы были бодры и полны сил само утро торик решил устроить вам доклад ваше величество нам нужно решать как дальше вести войну что по планам необходимо воспользоваться преимуществом и разбить южан взяв их столицу я соберу боеспособные отряды и буду ждать вас у крепости в ущелье опа на ущелье у щель и так там я был там я был ну да это единственный кусок где я не был погнали до ущелье на коне быстро доскакал мой король после битвы в долине у нас осталось мало резервов паладинов надо собой взять я собрал всех оставшихся солдат в один отряд под ваше командование отлично еще новости о что это мой король после битвы вдавили в долине у нас появилось мало ли у нас осталось мало резервов я собрал так погоди только что было теперь у вас есть стяг означающий один отряд воинов под вашим командованием нужно больше стягов собрать но есть и плохая новость численность южан за стеной превосходит нас кроме того прямо за воротами находится ущелье путь к столице будет непростой ущелье ущелье узкое окружено скалами маневрировать армии там почти невозможно и повсюду прячутся южане а что за ущельем крепость мой король взяв ее мы освободим путь до столицы врага что предлагаешь торик задумался и наклонился перед развернутой картой я бы не рекомендовал соваться в ущелье с одним отрядом необходимо найти союзников в королевстве лучше разведать местность сколько нам нужно как минимум еще два стяга этого хватит чтобы сравнять силы так найди союзников боюсь я собрал всех людей которых смог возможно ваша репутация позволит привлечь новых людей ну тогда на поиск союзников нифига себе у нас тут вариантов-то ого-го серпантину можно взять дремучий лес я там ни разу не был старые шахты ну надо магов любом случае брать троллей тоже надо брать паладинов возьмем обязательно давай с магов начнем опа случайная встреча по дороге вы натыкаетесь на несколько мертвых крестьян похоже они везли что-то на телеге которая теперь пуста осмотрите округу кто-то хорошо замел следы и вы ничего не нашли вероятно где-то в округе орудует шайка к шайка разбойников их лагерь может быть неподалеку в лесах прочесать лес в глубине леса и правда оказался лагерь разбойников вы насчитали около 15 хорошо вооруженных человек и одного закованного в латы окружить ваши гвардейцы напали с разных сторон главарь не смог организовать своих людей и вы одержали легкую победу елки под меня скоро колу корона из кармана посыпется причесав лагерь вы нашли множество награбленного добра так я думаю надо раздать крестьянам деревня в благодарность деревенская повитуха за что пола ваши раны обновленным вы двинулись дальше в путь и гасима ирана за что поле башня академии искать союзников у вас встретил глава академии проводил в башню добрый вечер вас обидчи чем обязан вашему визиту сейчас я сохранюсь погоди вы мне нужны как дела в академии дела идут студенты учатся зелье варится но вы же не за этим пришли сюда я в курсе происходящего в королевстве к делу мне нужны солдаты а куда один стяг делся алё баг понимаю ваше величество но академия не готовит солдат за окном послышались громкие хлопки выглянув вы замечаете группы студентов в сером облаке дыма что это было калистрат тяжело вздохнул студенты тренируются в изготовлении взрывных спор ваше величество это мне подходит я в курсе ваши политики ваше величество вы действительно хотите взять моих студентов многие из них и 14 зим не видали до нужны любые руки кристрат задумался и зашагал по комнате мысль конечно спорная даже если вы возьмете это с этих студентов то у нас все равно нет только взрывных спор чтобы обеспечить боеспособный отряд взрывных спор верно все потому что главный ингредиент верных спор шляпка гоблина редкий реагент так соберите их не так просто найти у тебя куда мне корон опять подевались в большом количестве не растут только в заброшенной шахте она заброшенной смертельно опасно смертельно опасная шахта оригинально все так и есть ваше величество не глумитесь не смогу их что ли искать не знаю ваше величество вам решать почему шахта опасно она изрыта вдоль и поперек старые проходы обваливаются ходы в ней серые сырые и скользкие пара моих студентов сгинула там где шахта кристрат отметил на карте место и вы отправитесь туда с группы солдат разведчик отправленный проверишь вход в шахту не вернулся теперь остальные боятся дайте вы сами заглянули в шахту пройдя несколько метров выпадаете в дырку кто здесь король дырочек вы катитесь вниз с большой скоростью сгруппироваться удивительно но вы получили меньше травм при падении вы на самом дне пещеры вокруг вас кромешная тьма крикнуть наверх сверху посыпались камни один из них больно треснул по лбу вы сидите уже несколько часов и вокруг тишина похоже вас даже не думают спасать ощупать пол вы нащупали доспехи это тело одного из ваших солдат по вашим ощущениям прошли уже сутки вам страшно хочется пить и есть к тому же у вас началась клаустрофобия чтобы это не значило порыться в земле копнув руками вы обнаружили личинки жука и не долго думать закинули в рот вы сидите в этой дыре уже несколько дней изучили тут каждый камень голод так сильно вас истощил что кажется будто смерть на пороге не ну пробовать солдата я не буду умираем вы выбрали умирать вы действительно умираете вы потеряли счет времени начали сходить с ума у вас начались галлюцинации вы слышите голоса каких-то людей кричать то ли это видение то ли несколько солдат спустились на веревочных лестницах и подняли вас наверх мой король прошу прощения что так долго мы проверяли все ходы в этих шахтах чтобы нас найти вас но есть и хорошая новость мы собрали несколько ящиков грибов какого солдатка за что приходим себя несколько дней вы приходили в себя пока вас выхаживали лекаря когда вам стало лучше вы вернулись в академию вижу вам пришлось не просто но вы сами выбрали этот путь я отдал распоряжение приготовить запасы взрывных спор скоро вы получите новый отряд ух я знамя студентов академии ваше войско пополнилось лучший студент академии теперь служит вам но какой ценой да нормально все чё ну что еще раз шахты заглянуть погнали в шахты еще разок мы же там все разведали вашем отряду потребовался отдых и вы остановились в окрестностях старых шахт внутреннюю трассовую трапезу прервал начальник стражи ваше величество солдаты окружили лагерь бандитов но их там целая сотня к счастью у нас есть преимущество им некуда бежать они могли бы воевать за нас простите но это неразумно какие из них могут быть войны видите парламентера бандиты прислали переговорщика его лицо показалось вам знакомым а лирик погоди он же ах он не умер ах ты как уж ты ж ж мы так так снова ты вратец значит уже король вечно тебе достается все самое лучшее он выжил прикиньте как ты выжил знаешь ли у меня много друзей пусть твои люди дерутся за меня алик алирик прищурился как будто вы несете полный бред но потом ухмыльнулся и ответил разве кто-то начинает так раз договор а выпить нет алик махнул на вас рукой ты такой зануды что дальше посадишь меня да ладно давай выпьем титул девиант в армейском лагере царит недоумение король выпивает вместе с преступником где такое видно по вашему приказу в палатке поставили большой стол и принесли разнообразные напитки вскоре стемнело и стража оставила вас наедине с альриком поговорить об отце альрик нахмурился и залпом выпил бутылку вина а чё об этом козле говорить кинул мать мою беременную такой вот был король ты уверен что так и было черт его знает мать померла когда мелкий был зато все уши мне эта история прожужжала тут два варианта либо это правда либо она свихнулась поэтому ты хотел меня убить нет просто за тебя хорошо платили а когда сказали что ты принц то мне стало вдвойне интересно по роже то смотрю мы одно лицо печальная участь не беда у меня есть ты хорошего тебя вино братец не то что осина ослиная моча из таверна ты бы сейчас меня убил нет больше за тебя денег не предлагают а кто пытался меня убить понятия не имею я общался только со связь со связным который все время сбегал в пещеру а затем как ты помнишь он убил всю мою команду ладно о делах альрик громко рыгнул и похлопал брюхо хорошо теперь можно и дела что-то план у тебя дебильный как ты собираешься переманить на свою сторону убийц грабителей прочую шваль ты пойдешь и уговоришь их ну допустим а что дальше что я им скажу за что им драться то ну видимо за честь потому что долго то у них точно нету никакого а честь должна быть хоть какая то альрик засмеялся так что чуть не упал со стула но потом стал серьезным и достал монету видишь это это деньги они материальны а ваша честь это пустой звук не лучше моего пердежа а ну конечно шутки про пердеж но как же ж тогда за деньги вы пообещали бандитам что они смогут грабить и мародерствовать на землях южан а мне кстати что с этого я тебе не казнил отлично узнай родную кровь узнаю родную кровь пойду поговорю с этими хламонами прямо сейчас альрик отправился на переговор с бандитом и прошло уже несколько часов ждать проходит час томительного ожидания вокруг подозрительно тихо отправить отряд недалеко от лагеря бандитов и нашли изрубленное тело альрика получается ваше предложение не были приняты блин может тогда если не присоединяться то умрут уже к утру получается так же за деньги они там не хотят ничего делать это уже лучше сбежать мы действительно не сможем может кто-то и захочется хранить свою шкуру все еще сомневаюсь что это сработает может еще что-то придумаешь подумать еще вы обещали смягчить бандитам наказание если проявят себя в бою звучало правдоподобно а мне кстати что с этого я тебе не казню так из кустов вывалился запыхавшийся альрик с окровавленным мечом черт побери я чуть не сдох половина не поверила в эту чушь и хотела меня убить повезло мне что разумных было больше и что дальше и с нами бандитов оставшиеся готовы присоединиться под моим началом теперь тебе служат бандиты братик вау давай ладно давай стральчиху еще бахнем ваш отряд добирается до пещеры в глубине леса около входа не слышно ни звука солдаты то здесь да ваше величество местные говорили что именно здесь живут мирные тролли они зовут себя герцог и герцогиня идем земля вокруг пещеры усеяна следами крупных и маленьких лап а изнутри доносятся едва различимые звуки ау вам в ответ разносится громогласное из глубины пещеры вылезает мерзкий тролль кажется это и есть тот герцог о котором болтают местные жители тебя я искал ты чё расшумелся мелкий у нас это ну как его эй герцогиня как там это звалось а дурная моя голова тихий час сам ведь орешь я тихо руб не нужны союзники вы как можете доносить до тролля суть своей просьбы ходи мелкий только деток не разбуди вы пробираетесь через темный коридор пещеры пока не доходите до просторного освещенного пространства ой какие первым делом вы замечаете около 30 желтых утят которые кучкой спят в углу на подстилке из сена рядом с ними сидит герцогиня красивые да да родители пошли в родители пошли ну смотри мелкий мы идем говорит с другими а ты нянька понял мы придем и дадим тебе больших солдат а ты нам целый десятки целых деток понял понял я сейчас буду за утками следить отлично маленький нянь жди нас скоро и следи за детками чтобы они целы были вы расставили часть гвардейцев около входа в пещеру с другими остались внутри утята начали просыпаться и мило пищать я думаю их не надо трогать вы слышите громкое кряканье снаружи утята прислушиваются сразу же бросаются к выходу надо было накрыть солдаты замкнуть щиты гвардейцы смыкают стены щитов закрывая проход утятом желтые шарики разбегаются по пещере во все стороны утята в панике в этой суматохе двое из них просто прыгают в костер нужно их срочно утихомирить клубель на не повред не подойдет кольцо их выставив в копья гвардейцы начинают окружать утят последний несут потери наконец утята утихомирить собрать в одном месте бедные утята пересчитали ваше личство позвольте чем меньше утят тем вероятнее тролли заметит это будем искать за сталагмитами теперь смотрим удача вы находите притаившегося утенка и после долгих поисков гвардейцы смогли найти еще одного утенка остальные словно растворились уж поделать ваше вещество солдаты переживают а если троллю узнают о пропавших учатах ведь попадем в опасную ситуацию оставить сомнение ой пушистый нянь смотри какую штуку нам дали вы можете справиться с ребенком любого вида тролли глупы они точно ничего не заметят подумали вы и решили ждать сейчас узнаем герцог вернулся только под вечер он подозрительно осматривает утят чешет затылка обращается к вам барабанная дробь вы попросили гвардейца за вашей спиной прекратить и так страшно а это гвардейца спиной барабанная дробь устроил я привел бойцов ну что кожный нянь все детки на месте солгать вы уверяете тролля что все у тебя то на месте герцог подозрительно смотрит на вас ну да ну да вижу все в порядке хороший ты нянь когда битву выиграешь приходи еще посидишь последишь за детками у конечно я знамя троллей отлично ух это была тяжелая к . но тут еще есть есть где покатать это был choice of life middle age 2 очень странная серия вообще я что-то предлог предполагал что у нас там час продолжение движухи будь нашей королевной ну то что мы любим а тут как-то ну это чуть поржали конечно но все равно странно ладно спасибо за внимание видео был здесь лайки ставьте в специально ссылочка на поле на группу вконтакте всем хорош настроение и пока что ты разыкался и и и и